Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко доброй ранницы. Сюня на Гомельщине распочнется трехденный пресс-тур представников российских и союзных сроков массовой информации. Яхотематичная накерованность, 30-го дня аварии на ЧАЭС, реабилитация потерпелых регионов Республики Беларусь, развитие малых городов. Сюня в программе мероприемства урочистая открытие паховальника князя Паскевича у Гомельским палацево-парковом ансамбле. Пресс-конференция старшини Аблы Канкама Владимира Дворника и Державного секретара Союзной Державы Рыгора Рапоты с удельниками пресс-тура. Подробности глядите в наступных выпусках. Рациональное выкрыстание державных сродков, снижение выдатков и повеличение экспорту. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков напереда не разледил ситуацию на промысловых предприемствах Жлобина. Наши корреспонденты ознайомилися с озробленными выводами. На Белорусском металургическом заводе модернизация вытворчасти почалась в 2011-м. До 2015-го мерковалося реализовать широкий инвестиционных проектов, что позволило бы повеличить объемы вытворчасти при одночасовом снижении себе кошту. Выконать запланованное у предприемства отрималося, але ситуация на сусветных рынках унесла коррективы. Завершать модернизацию пришлось в умовах уменьшения попыток на металургическую продукцию. Сегодня могутности БМЗ недозагружены на треть. С одной стороны низкий спрос и, соответственно, недозагрузка мощностей всего 66%. С другой стороны давляет снижение цен, которые не приносят увеличение объема для производителей. В этих условиях приходится работать, строить программы, ужиматься в расходах. За прошлый год БМЗ снижил себестоимость по различным направлениям на 97 миллионов долларов. Проблемы, с которыми в прошлый час сутыкнулся белорусский металургический завод, характерные для всех предприемств Галины. Минулый год, например, со стратами завершили металургические заводы во всех краинах света. Разом с тем, как полепшить ситуацию удалейшим, меры необходимо принимать уже зараз. Наверное, при сучасных объемах поставок БМЗ катастрофично не хапает так званых дорожных карт, свои особливых дозволов на перевозки металлу по автомобильных дорогах інших краин. Перевозки шпочугунцы повеличивают кошт кожной тонны недзе на 25 евро. При том, что амаль 80% выробленного зараз поставляется на экспорт. Премьер-министр погаджается. Не реаговать на ситуацию нельга. У рештки перед БМЗ поставлена конкретная задача, и он знову повинен стать флагманом белорусской экономики. Мы этим делом будем заниматься на металургическом заводе. С тем, чтобы помимо технологической, помимо такой организационно-технологической, хорошей выверенной структуры, качества продукции, мы получили и соответствующее качество экономического роста. Потому что мы очень рассчитываем на то, что БМЗ, как и было и в прошлом, станет одним из флагманов белорусской промышленности и будет давать валютную выручку в хороших объемах для того, чтобы мы нормально могли существовать вся экономика в целом стране. Акционерное товариство «Белфа» и «Аши» – одно предприемство. Ситуация на «Яким» текавец кировника у Рада. Побудовано и амаль 40 годов тому, и оно было различено на великие объемы за поведным рынком сбыту. Жлобинская штучная футра и зараз поставляется на рынке Молдовы, Литвы, Румынии, Чехии, Польши, але не у вельми значной колькости. За пошний час тут провели пылную модернизацию вытворчасти и освоили некоторые новые виды продукции, але конкурировать с китайскими аналогами у «Серона» складана, а тому зараз основный приоритет – Россия. Летость по причине курсовых ваганий у гэты рынок не приносит значных прибытков, але сёль эта ситуация повинна змениться. Дело в том, что ёмкость рынка Российской Федерации, она самая большая на сегодняшний день. По нашим оценкам ёмкость рынка России – это примерно 10 миллионов метров. Мы занимаем на этом рынке около 30%. Где-то примерно 3 миллиона метров мы будем продавать в Россию. Александрова, Ольга Коновалова, Ёген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Сажлобина. Федерация профсоюза у Беларуси на чале с её старшынёй Михаилом Ордой наведала на Раулянский район. Починаючи с 2006 года, Федерация шефствует над одним из самых потерпелых у вынику аварии на ЧАЭС района Украины. Кожная встреча с жихарами отримливается тёплой и душевной. Чым запомнится юбилейное, десятое, расскажет Дмитрий Котау. Дата 26-го красавика 1986 года поделила историю Наравлянского района на «да» и «посля». Никто и уявить себе не мог, что гэтой весной житё людей изменится назавсёды. Мне тогда было 17 лет. Я не понимала трагедии, которая в самом деле произошла, и масштабов этого события не могли ценить тогда. Но то, что люди покидали свои насвеженные места, покидали деревни, коллективно уезжали школы автоколоннами в другие места, более безопасные для жизни и здоровья детей. Это было. У вынику аварии на Чарнобыльской АЭС с карты Наравлянского района зникло больше, как 30 вёсок. За спадаршого обороту выведено коля 20 тысяч гектаров земли. Колькость насельництва у вынику отселения скоротилася амаль у троя. Про 30 годов люди не забыли минуле, але з упевненностью глядять у будущенью. Будуються жильё, открываются новые вытворчасти. Так, на гетым тидне плануется запуск новой лініи, награда у творальном предприемстве фабрицы «Червоный Мазеранин». Огольный кошт проекта – 26 млрд рублёв. Это будет универсальная лінія, которая будет выпускать по стилу, суфле, взбивные конфеты, двухслойный мармелад, двух-трехслойный мармелад, а также будут конфеты двух-трехслойные. Выпуск будет 300 кг в час. Увеличится выход по стилу, по стилу пользуются большим спросом. И мы надеемся, что мы удовлетворим все потребности покупателей. Представники Федерации профсоюза высоко оценили якость солодкой продукции, шансы предприемства на айтшинном и замежных рынках. После отбылась асустреша с жихарами, где им подяковали за плённую працу. Самым урочистым моментом стало урушение сертификата на 300 млн рублёв керовниству центральной районной больницы. Для закупки мебели для палат, там, где прибывают детки, там, где мамы, вот эти средства именно туда и будут направлены. То есть будем покупать кровати, будем покупать мягкий инвентарь, будем покупать тумбочки, столы, ну и всё, что необходимо. Оборудуем игровую комнату для деток, ковёр купим. То есть вот такое, чтобы повысить комфортность пребывания пациентов именно в детском отделении. За поспеховую работу по переодолении наступства аварии на ЧАЭС гоноровую грамоту Федерации профсоюзов отримал старшиня Наравлянского райвы Конкама Валерий Шляга. Если подводить какой-то итог, ну мы все вместе. И это, наверное, самый главный девиз, и это девиз профсоюза, потому что у нас в основе наша это солидарность, это солидарность во всём. Если какие-то проблемы мы преодолеваем вместе, если какие-то радости, мы радуемся вместе, мы всё в этой жизни делаем вместе. Вот этот залог, это залог успеха тогда во всём. Если мы будем вместе, значит мы будем во всём успевать, у нас всё будет получаться. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель», Наравлянский район. На переддне у Гомелях вели на ималчанне ушановали память о хвер фашистских концлагерах. Митинг-греквием традиционно пройшёл на площади Паустанне, где размещался лагерь для советских военно-полонных, где загинули больше, как 100 тысяч человек. Кожный год для памятного знака сбираются те, кому и по счастью лавыжить у нечеловечных умовах. Сюда приходят их близкие, свояки, сябры, представники органов улады, молодь, кабу спомнить и ушановать память тых, хто пройшёл праскруги фашистского пекла. Той факт, што на митингу было шмат молодзи, яшы раз доказывая, з якой павага ця перышня пакалэння ставится до тых далёких падзей. А сами былые вязни спадзяются, што больше николей и никому не давядзеца выпрабывать жахи войны. Зараз на Гомельщине проживает 4200 былых вязняв. У областным центры их 443. Срод их и Александр Лопатин. И он делится успоминами, яке просто шокируют. Яго трогадового хлопчика мати литерально откапала пасля бомбёжки у Германии. Чисто, говорит, случайно, вот интуиция материнская подсказала, тоже, говорит, давай откапывать, и откапала меня. Богом дано мне быть сегодня вместе с вами, радоваться этому солнцу. Гомель долучился до проведения акций под названием «Зробим-2016». В ее рамках волонтеры из больше 30 городов Украины одночасно вышли на уборку лясобера, гоурек и зону отпочинку. «Зробим» частка сусветного руху «Let's do it», якое ядное – 112 краин. Яго удельники прибирают место, где утворились стихийные звалки. Зона отпочинку у городах, лясы, пляжи. У Гомеля волонтеры обрали местом для проведения акций «Зеленую зону» у городским парку. Сегодня день космонавтыки. Это свято было у Сталявана с на годы первого полета человека в космос. Дальше селета – дата юбилейная. У Центральной городской библиотеки Мягерцена отбылась презентация проекта промеркована года 55-го дня с дня полета в космос Юрия Гагарина. Тут открылись одразу две тематичные выставы. У первой экспозиции представлены циклы работ студентов Гомельского Державного профессийно-технического колледжа народных мастацких промыслов. Это больше, как 30 живописных работ. Основой для другой выставы послужила коллекция выкладчика, краезнавцы, члена Союза журналистов СССР Владимира Ларийонова. У экспозиции у приватности автограф первого космонавта планеты и газеты, выпущенные одразу после полета. Годное место на выставе так само заняли редкие поштовки, фотографии, конверты и книги. Среди этих материалов есть действительно очень редкие. Я бы сказал так, что посетители библиотеки, ну и те, кто придет посмотреть вот эту выставку, увидят и то, чем мог бы гордиться любой, поверьте, пожалуйста, космический музей. Не только, скажем, там, у нас в Белоруссии, но и России, и даже мира. Музычными творчим обецая быть, черговый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Гостям студии станет уродженец Будака Шалевского района, молодый талиновитый спевак Руслан Асланов. Уже у 4-х годовом узрости любимой цацкой хлопчика был микрофон. Сегодня запрячима молодого артиста, великий опыт працы на сцене. Руслан – лауреат «Дитячая новой хвали», финалист украинского проекта «Голос. Дети», представник Республики Беларусь на международном конкурсе песни «Дитячая Евробаченне-2015», уладальник Гран-премии специального фонду президента Республики Беларусь по патрымце талиновитой молоди. Об дятинстве, якое пройшло, про сяброу, про яких сумуе, и про то, как склалося життя после Евробачення. А так сама, хто сёня? Головный продюсер выканауцы и учим сакрет уникального тембру «Голосу» Руслана Асланова. Про гэта и иншая поедзе размова у программе «Добрый вечер, Гомель». Сёня у 19.30 на телеканале «Беларусь 4». У Гомеле открыли велосезон. 30-километровый велопробег стартовал на площади Ленина. Затым великая колонна отправилась до загородной карчмы у Гомельский район. Под рабязностью репортажи Веры Котляр. В першиню подобный велопробег у Гомеля был организован в минулую осень. Тогда он собрал около 200 аматоров двухколого транспорта. Всё лето у дельников стало в 4 разы более. Амаль – 800 велосипедистов. С Гомеля в области и навод Змогилёва и Бреста. Сирот их – люди разных взрослых и профессий. Жадание крутить педали объединало школьников и студентов, працованную молодость и пенсионеров. Каждый участник должен в этом году привлечь ещё по три любителя велосипедного спорта, чтобы масштабное мероприятие доходило до полторы тысячи любителей велоспорта и проведения веломарафона. А я сегодня вместе с моей дочерью мы тоже до конца этот маршрут 30 километров проедем. Я думаю, будет всё великолепно. Маршрут велопробегу прошёл по центральных улицах у сопроводжения экипажу ДАИ. Колонна рухалася с комфортной худкостью, как вытримать дистанцию смогли и вопытные велосипедисты, и звичайные аматоры. Это первый раз я выехал. Я знаю, что прошлый год я завидовал на это дело. Ну, решил поехать. И хорошо себя чувствовал. Так вот группой было легко ехать, приятно. Поэтому я всех приглашаю на следующее мероприятие. Тем более по патронажам ГАИ идёт всё культурно. Молодёжи много. Подобные велопробеги не только объедновывают аматоров активно галаду життя, а леи притягивают увагу до просьбов и потребов тех, кто обрал своим сродкам перемещение велосипед. Вот уже даже этот велопробег собрал очень много руководителей. Руководители предприятий, руководители государственных органов власти. И на самом деле это будет способствовать даже элементарным моментам благоустройства и уделения внимания сегодня любителям велосипеда. Велопарковки, значит, велодорожки. Это то, чего городу сегодня ещё может быть не в полной мере достаточно. И здесь, конечно, вот такой массы мы показываем, что сегодня это нужно. И эти мероприятия, они будут только на пользу для того, чтобы продвигать, популяризировать и делать всё для того, чтобы любителям велоспорта было удобно. Велопробег до речи стал корыстным и приемным для всех его удельников. Инспекторы ДАИ и правооховники в этот день поставили на улик больше, как 100 велосипедов. Бера Котляр, Игорь Марышенко, телеродокомпания «Гомель». И на этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин